Крестный ход Сами ритуальные религиозные такого рода шествия в честь каких-то праздников, событий и так далее, известны еще с ранних веков христианства. И первые такие уже масштабные крестные ходы начали совершаться в Византии. Священнослужители во главе с епископом правящего города, с патриархом константинопольским и с духовенством, с сопровождением верующих людей совершали шествие по городу. Мы просили в это время на особых молитвах, на особых прошениях избавления всего государства или города от каких-то скорбей, болезней, печали и так далее. В Красноярске во время городских крестных ходов выносят старинную икону «Преображение Господня». Уже не первое столетие она считается покровительницей города. Во время Большого пожара 1773 года икона уцелела в огне. С тех пор она особо почитается верующими горожанами. Особым внутренним содержанием отличаются крестные ходы в дни великих праздников. Когда мы на Пасху совершаем крестный ход на пасхальный заутренний, тем самым верующий народ символизирует тех апостолов и жен мироносец, которые пришли к гробу. То есть вот мы встретили именно вот этот момент, этот сюжет радости от воскресения Христова. Еще в начале прошлого столетия паломники совершали длительное путешествие с иконой Святой Троицы из Емельянова. Верующие пешком добирались до Енисейска, преодолевая почти четыре сотни километров. Но появились сегодня и новые ежегодные шествия. Успенский крестный ход от села Березовки близ Красноярска совершается в честь одноименного праздника и продолжается две недели. В церкви любая дисциплина, любое совершение какого-то действия – это всегда понуждение себя, это некий подвиг. И вот крестные ходы, например, между поселками в историческом контексте паломник – это не тот, кто сел в самолет, купив билеты и полетел куда-то в Израиль и почувствовал себя таким суперрелигиозным человеком. Нет, а в историческом все-таки контексте паломник – это тот, те люди, которые ходили из поселков, из села в село, из монастыря в монастырь. Сегодня мы видим, как крестные ходы в Красноярском крае уже для большинства жителей становятся чем-то привычным и узнаваемым, а значит и полноценной частью нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok